Я в эфирном пространстве, на рабочем уровне. Размораживаю ситуацию в том моменте, который покинул. Прошу сейчас посмотреть еще раз на ментальную карту. Я хочу задать вопрос. Меня это интересует. Значит, это важно. А тот старик в воплощении, которому ты считала обязанным в своей жизни, в настоящем воплощении, ты его встречала? Да, да, да. Хорошо. Назови мне его имя или напиши его. Либо покажи строчку в письме. Упоминала о нем в письме? Да, упоминала. Мужское воплощение или женское? Мужское. Да. Да. Виктор Михайлович. То есть, в настоящем воплощении он... Давай призовем его. Угу. Ну, она... Да, она изгнала его из сектора магии, но... Вот сейчас... Да, она его призывает. Приветствую тебя. Позвольте читать эфирное дэнго. Он пытается закрываться. Тебе не нужно меня бояться. Мы просто поговорим. Да, говорится, прочитай. Да, это он. Я сравню сейчас с той проекцией. Ну, прям вижу. Вот он дует козу. Да, это действительно он. Я хочу спросить. Знаешь ли ты, что у вас было совместное воплощение? Да, говорит, знаю. Он не транслировал нечто отдельное. Он воспользовался той старой привязкой. Он воспользовался кармической привязкой, кармическим узлом. Но тут еще есть один момент. В результате того, что была привязка к магическому эгрегору, еще в том воплощении была сооружена вот эта проекция, которая похожа на сыр. Рыхлый такой сыр, съедобный сыр. Это как раз работа эгрегора магического. Некие защитные формулы создают как бы лицевую сторону, которая предъявляется всем на тонком плане. Магическая уловка для того, чтобы те, которые на тонком плане способны взаимодействовать, не могли нанести ущерб основной проекции. Вот тогда еще была создана некая имитация лунного света. И вот все эти дырочки, большинство этих дырочек, это попытки взаимодействия, проникновения. Но проникновение, это было не столько защита, сколько приманка для сущностей, обитающих в энергосферах других людей. То есть это не доспехи, это не защита, это действительно обманка. Виктор Михайлович, согласен со мной сейчас? Да, говорит, согласен. У тебя тоже есть такая обманка, я смотрю. Да, есть. Идентичная, но он ее уплотнил. Она у него, как, она похожа на щит с острыми лезвиями, вот так вертикально направленными. Щит во весь рост, и он как будто с этим щитом, металлическая перчатка, и он вот так вот как будто выходит, если призывают на тонком плане, он защищает себя металлическим этим щитом. И вот такие лезвия идут, вертикальные. Они как будто бы, вот по его мнению, они как будто бы разрезают любое, обезвреживают любой посыл. Ну да, любой магический посыл, может быть, обезвреживают. А я смотрела с другого уровня, поэтому вообще не видела никакого щита. Виктор Михайлович, что-то ты не досмотрел своей магии. Он не понимает, он хочет получить информацию, как мне удалось увидеть его, без его доспеха. Нет уж, дорогой, у меня нет желания делиться с тобой этой информацией. Сначала ты поработаешь со своей энергосферой, да, может быть, отречешься от магии как таковой. Пока внутри тебя, точнее, твоей рациональной части не созреет, намерение очиститься от всего этого чужеродного, то я дорожку на тонкий план я тебе показывать не буду. Говорит, понял, раз так опустил глаза, то смотрел, прям сверлил взглядом, опустил глаза. Я предлагаю сейчас тебе и Ольге перепрожить то воплощение для того, чтобы избежать этой кармической привязки. Это практически кармический узел, который может впоследствии, вне зависимости от того, магией вызвана, не магией, это может каким-то образом эхом фонить на сценарии жизненном одного и другого. Будет принуждать встречаться в других воплощениях. Согласен перепрожить? Да, говорит, да. И спрашиваю Ольге также, согласна перепрожить? Да. Но Ольга перепроживает по-своему ту жизнь. Она просто родителям дает информацию в ядро сознания, что нужно бежать из этого города. И в этот день, в день их гибели, она предотвращает сиротство свое. И вот выстраивается по совершенно другому сценарию все. Они действительно убегают из города. И втроем я вижу у них запряжен ослик. Это ослик. Надо же. Такая повозка на двух колесиках и ослик. И вот какой-то скарб они загрузили. и даже не по дорогам. Ух ты, они прям лесами, лесами как-то уходят подальше. на другой сценарий просто предлагают своим родителям и перепроживают иначе то свое воплощение. Хорошо, а ты покажи мне как делаешь. Но он не готов там отказаться от от магии. В его реальности да, девочка выходит он видит ее. Как она открывает дверь. Он не поворачивает к ней голову и когда охранник этот солдат хватает ее за шиворот, он не проронил ни с рука. Охранник просто убивает девочку. в его реальности так. Эта девочка не стала с ним взаимодействовать, он не стал передавать ей никакие колдовские знания. ну так в твоей реальность так перепрошено. В любом случае благодарю. Возвращаемся в поле сеанса. Я предлагаю вам произвести полный обмен энергии, простить друг друга и простить самих себя, развязать этот кармический узел, если вы оба этого хотите. Да, да, оба отвечают, что да. Да, я вижу, они развязывают кармический узел, отцепляют привязку, прощают друг друга и каждый сам себя, просят прощения и да, производят полный обмен энергиями и очищенными встраивают в энергосферу. Вот я вижу, что Ольга благодарит его за взаимодействие, возвращает ему всю кармическую ответственность от его воздействий и последствия. Он также возвращает ей, что ей причитается. Да, все чужеродное в аннигилятор. Да, информацию в ядро души, в ядро сознания дает ему еще раз и провожает за пределы своей энергосферы, запрещает торгаться и закрывать средний порт. Да, сделала. Хорошо. Возвратились. У меня еще вот какой вопрос. Готова ли ты мне показать сейчас, когда и при каких обстоятельствах ты подписала свой действующий контракт на это воплощение. Да, готово. Хорошо. Тогда отправляемся. Покажи мне, пожалуйста. Так, сейчас, секундочку, я очищаю пространство полностью. И еще раз приказываю всем программам замолчать. Я слушаю ее Ольгу и только Ольгу. Хорошо. Просто стала показывать два параллельных сценария. Это не есть истина. Как бы иллюзия, она уже, не знаю, как-то идет сразу сигнал, что это не совсем так, поэтому почистил. я вижу женщину, у которой связаны обе руки под таким образом запястье. И она привязана к чему-то. Она говорит к позорному столбу. И я вижу, что ее бьют плетью. у нее вот сдернута до пояса сдернута одежда. Она лицом к этому столбу привязана. И вот от каждого удара прям дергается боль. Не кричит. А удары такие, я думаю, почему такие частые удары. Два мужчины бьют ее плетьми. С одной стороны удар, с другой стороны. Что этому предшествовало? Хотя нет, стоп. Скажи мне, кто ты в этой ситуации? Это женщина, да. Покажи, что предшествовало в этой ситуации. Украла. У хозяйки. зеркальце. Перепроверяю. Покажи мне это зеркальце, как оно вблизило. Зеркальце, украшенное перламутром. для чего? Просто понравилось? Нет, была причина. она говорит, не украла, взяла на время, расценили, как кражу. Покажи мне, для какого, для чего тебе нужно было на время это зеркальце. Нет, мне непонятно. еще раз, пожалуйста. Или объясни слава. И всего-то до солнечного зайчика пускать. Да. А куда пускать солнечного зайчика? Она показывает конюшню. А кто там был? Кому ты пускала солнечный зайчик? Он показывает парня. Да. То есть ты в прислугах была? Да, говорит. Да. И он тоже. Да. Нравились друг другу. А говорит, виделись. Вообще видеться не могли. Парень нравился. Могла только из окошка наблюдать. Выходить в сторону конюшни не позволялось. И вот она взяла зеркальце, чтобы привлечь внимание солнечным зайчикам, чтобы он поднял голову, что-то слепит глаз, чтобы он заметил, посмотрел в окошко и заметил ее. То есть парень нравился, и она просто вот показывает. Удалось? Не сразу говорит, но удалось. и вот она показывает, что она брала это зеркальце раз, вернула на место. Так же, как оно и лежало. Второй раз взяла. А из своей комнаты она брала в комнате хозяйки и из своей комнаты зайчика впускала. Она не могла испокоив хозяйки вот это. Она брала на время и возвращала. А тут хватились нету, подняли шум и стали обыскивать, нашли у нее в комнате. И вот ее наказывают за кражу. Понятно. Почему ты не оправдалась, почему ты допустила это, почему ты приняла решение вообще допустить такую ситуацию, такой сценарий? Она говорит, было предусмотрено предыдущим контрактом. Понятно. Хорошо. И что в результате? Избивали. Она говорит, вот, и стыд, и позор, несправедливое наказание, неправедность этого мира. она быть готова, но она молчит, она закусила губу, сцепила зубы и не скажет, она не проронит ни словом, по той причине, что лучше уйти из этого мира, но не покориться, уйти из этого мира совсем, но она не может признать свою вину, а она говорит, что если бы она признала свою вину, то наказание было бы более мягким. она свою вину не признает, и поэтому ее наказывают застроптивость. Вот как. Интересно. Ну, вот показывают удары плетью много очень, и ее потом отвязывают, это публично, это вот чтобы вся дворня видела, ее отвязывают, она буквально падает, ее кладут на какую-то ее на что-то кладут, что-то доска какая-то, что-то крышка чего-то, кладут и несут, двое мужчин несут, и на какое-то сено, какое-то помещение и сено в углу бросают ее туда. Ну, вот набежали женщины и помогают ей, все омывают ей все эти раны, пытаются исцелить боль страшная, это я просто чувствую, она содрогается, у меня внутри все от этой боли содрогается. И чуть ли не до ребер там все размочали. и что дальше покажем. Понятно. И этот парень пришел, за руку ее держит, тоже украдкой. Вот она лежит на животе, а он подошел слева и взял ее левую руку. Глайт ее по голове. Она нет, она уже не слышит его, не видит его, она уже в бреду. А у нее уже заражение идет, заражение кровью. Она уже его не воспринимает. А она уже эфирный план воспринимает. А интерференты показывают ей в виде картинки, в виде фильма, что он пришел, держит ее руку, гладит ей голову, но он просто жалеет ее, как жертву. Он просто жалеет ее. А у нее одна мысль, поверил он или не поверил, что она украла. Это самое важное, поверил или не поверил. Потому что, говорит, я не украла. так и уходит с этими мыслями. И на тонком плане интерференты вот перечисляют, они ее просто, они просто прописывают в качестве уроков на следующее воплощение подобные ситуации, недоразумения, когда нападки, несправедливые нападки и необходимость защищать себя тем или иным способом. Противостоять общественному мнению. Покажи мне этот контракт. То есть она еще в бреду, она еще в воплощении, душа ее еще там, а контракт уже все подсуетились, уже подбежали, уже подписываются. Покажи мне контракт. Ну общий смысл идет сломить. Сломить сопротивление. То есть жесткие способы, любые способы хороши. Почему ты писала этот контракт? Они уверили меня в том, что я его встречу в следующем воплощении и смогу объяснить. Интересно. Вот это повод для следующего воплощения. И смогу исправить, и смогу объяснить. То есть они прописали тебе встречу с этим человеком? Да. В этом воплощении тоже встречалась с ним? Да или нет? Да. Кто это? Напиши его имя, пожалуйста, или скажи мило вслух. Еще раз перепроверяю. Мужское воплощение или женское? Мужское. Так. Ну, естественно, это муж. Я уже перепроверила множество раз и даже разных людей. Перепроверяю еще раз. Муж да. 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 То есть он не просто красивый в этом воплощении. Он красивый был и раньше. Улыбается. Хорошо. Итак, сейчас ты осознаешь в полной мере, в каком ты была состоянии и что тобой двигало. С тех пор прошло много времени. Ты знаешь последствия этого подписанного тобой контракта. И поэтому твоя воля в том моменте подписывать его или нет. Ты можешь перепрожить свою жизнь ту для начала. Хочешь? Давай перепроживем. Потому что твоя спина в этом воплощении это боли в спине в этом воплощении могут быть проекции того, что произошло тогда. Да, она перепроживает. Да. она не берет зеркальце в свою комнату. Она и позвать не может голосом. Надо же. А, она свистнула. Она научилась свистеть. Она свистнула. Раздался свист. Ну, надо же. Здорово. И он обратил внимание. И совершенно другой условный знак. И по-другому она выстраивает все события жизни. А таки просто в голову не пришло, что можно подать какой-то сигнал не голосом, не криком, не позвав каким-то образом. Просто свистнуть, привлечь внимание не светом, а звуком. Только и всего. Судографа. Да, она перепроживает ту жизнь. Вместе с ним показывает прям за руку к алтарю. То есть удалось, да? А, у него был статус какой-то определенный. То есть она в кислугах как бы прибрать молоденькая совсем еще как бы еще то. А она говорит, вообще обучалась только работе. горничной, горничной. А он показывает, вот он постарше был, ему 26 и ему уже, то есть уважаемый был конюх уже, да? Уважаемый. Показывает, она просто показывает, что он уже работал с теми лошадками, которые для господ. То есть он умел обращаться, вот дрессировка, уход, все это как бы снаряжение, все это, вот все уздечки, все это он работал. То есть ему уже доверяли ценных, ценных лошадок, он был такой уважаемый конь. и к его желанию прислушались и позволили жениться. Вот показывает, что есть семья у них и она оставляет работу горничной, а ее переводят просто на кухню. Да, на кухню переводят. А здесь говорит, мне сытнее и свободнее. Понятно. Понятно. То есть она перепроживает без этой экзекуции, без выхода из аватара. Хорошо. И в моменте подписания контракта давай проверим на истинность. Это истинный контракт? Да, 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 трижды. Да, она пишет расторгло. И под контракт также. Да, вот эта подставочка. Да, пишет расторгло. Да, все сгорает полностью. Все копии приложения к этому контракту изымаешь. Где бы они находились. Да, изъяла в аннигилятор. Сделала. Так, сейчас ты можешь сказать этой сущности рептильной, чтобы она вышла и можешь выпустить из банки, чтобы она не прикасаясь к твоей энергосфере забрала все имплантирование, которое было установлено в соответствии с этим контрактом. Да, просто или по траектории исторгни все это и отдаем. Да, делает. и закрывает опять банку. Я просканирую. Да, 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 все отдала. Все, что причиталось. Просканирую сейчас по всему фракталу, по всему фракталу от физики и выше, и выше, и выше. Все последствия всей череды твоих земных воплощений, все последствия всех имплантирований на основании всех твоих контрактов. Изуми это все. Да, она призывает свет первоисточников, свидетелей, она призывает силы кармы, и она заявляет о том, что на этой планете творилось беззаконие. Она свидетельствует, что она на собственной энергосфере испытала уловки интерферентов. Она дала согласие подвергнуть себя тяжким испытаниям, для того, чтобы познать суть этого явления искусственной бездушной матрицы смерти. Встроиться в ее поля, встроиться в ее конструкцию для того, чтобы впоследствии она показывает воспарить, взмах крыльев такой показывает вырваться, воскреснуть из смерти в жизнь и изъять всю энергию, все свои потенциалы из всех конструкций, которые питала из всех конструкций, созданных на основании, созданных интерферентами на основании, на базе моих энергий и творческих потенциалов. она говорит, я забираю себе все свое со всех уровней бытия, из всех пространств, мерности и времен. Она говорит, я восстанавливаю свою целостность, о чудовищный мир, созданный на фундаменте лжи. Пусть катятся тартарары. Я спрашив тартарары, да, говорит. Она буквально указывает направление в аннигилятор галактический, вселенский, он буквально указывает путь, куда им катиться. Она говорит, что исторгает из своего сознания все чужеродные энергии, все объекты, способные блокировать естественный поток ее энергии. да, она как будто что-то подносит, она обращается к свету первоисточника и как будто подносит какой-то свиток на двух руках. вот так. У нее проекция увеличивается сейчас значительно, она как будто объединяется, она уплотняется, как будто объединяется, но она не снаружи вот так идет налипание, а она изнутри как бы из центра становится все более плотной и светлой, плотной и светлой, как будто высокочастотные проекции вписываются в ее основную и становится вот меняются вибрации пространства колоссальные, просто чувство она растет в размерах, становится более плотной и огромной. Она делает такой крылом, как рукой, как крылом, я не понимаю, получается рукой и крылом, она делает такой взмах, она громадная сейчас, она как будто стоит на планете, вроде как ее нога, это четверть планеты, она вот настолько громадная, и она вот так вот раз как будто крылом смахивает, как паутину снимает с пространства, она говорит, очищая себя, я очищаю все, она запускает цепную реакцию, импульс свой запускает, идет как по цепной реакции, вспышка, вспышка, и главное, от одной расходится на две, еще на две, и как будто зажигаются такие многослойные, многомерные гирлянды, так и не только по поверхности планеты, а вот как-то идет интересно, в разных уровнях, она говорит, что запускает глобальный процесс возрождения земных пространств, приведение в соответствие с уровнем, с вибрационным уровнем сознания живущих на земле людей. Хорошо, я вижу, процесс идет, 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 давай, я отлучусь и возвращусь в тот момент, когда вся эта работа будет тобой полностью завершена на один, два, три. Дай, возвращаюсь. Какая чистота и спокойствие. Можно возвращаться не буду? Нет, говорят, не можно, смеются надо мной. Смеются надо мной кто? Проекция, которая работает в сеансе и ее высшее духовное проекция. Да. Ну, я бы вот находилась бы здесь и дышала бы, я вот просто дома. Такое умиротворение, благость, простор. хорошо, я благодарю и отстраняюсь от этой ситуации, иначе сеанс не закончится никогда, мне здесь хорошо. Возвращаемся в поле сеанса и я хочу посмотреть твою энергосферу. Она говорит, все очищено, а рептилоид, вот она его показывает, он стучит, он стучит изнутри вот так, колотит, говорит, я хочу в свет. Да, он подтверждает, хочет в свет. Боля твоя, Олика, давай, решай, решай его бытие в твоих руках. Она говорит, у меня добрые руки. хорошо, добрые, что решаешь? Да, она призывает силы кармы и вот буквально запечатывает, она как бы свидетельствует, создается такой свиток, запись такая, она эту запись как бы бросает в банку, закрывает крышкой и передает вот это все, а он хватает эту бумажку, как драгоценность какую-то, он держит ее, с такой надеждой на нее смотрит, он весь в страхе, весь дрожит, он, не знаю, в полной или мере он осознает, на что он решился и куда он попросился, но ему в любом случае страшно, потому что весь этот страшный суд, он как бы для сущностей, это богам-то чего боятся, мы сами себе судьи, сами себе адвокаты, сами себе палачи, а их судьбы, он сколько себя помнит, сколько знает, его судьбы всегда решали, те, кто старше, те, кто главнее, те, кто значительнее, вот, но он решился уйти в свет, и я вижу, что Оля посылает ему импульс любви, как бы некий потенциал, она благодарит его за уроки, через которые он старательно проводил ее, потому что он был вынужден это делать, на контракте стояла ее подпись, соответственно, через эти уроки надо было пройти, и по сути эта рептилия, она говорит, что от себя не исходили никакие инициативы, у него он находился в соответствии с данным мною неосознанным разрешением, поэтому мне, его обвинять практически не в чем, это, говорит, он такая же жертва, как и многие живущие на планете, да, все, я вижу, она отпускает его, передает силам кармы и закрывает портал, давай проверим еще раз ментальную карту, да, все чисто, проверим еще давай с тобой программы и эгрегоры, просканируй себя во всей своей многомерности, извлеки все, что не соответствует твоим вибрациям в данном моменте, да, сделала, хорошо, привязка к матрице, пуповина матричная, да, находит, убирает, из ячейки извлекает частицу своего сознания, своей памяти, очищает, сливается с нею и вот она уничтожает эту матрицу, хорошо, так, записи информации о тебе, где бы то ни было, на любых носителях, да, присвоенная кем бы то ни было из интерферентов, извлекаешь всю информацию о себе, вплоть до биометрии, может назвать все свои согласия, которые давала когда бы то ни было, на производство вакцинации, каких бы то ни было, вред от лекарственных препаратов, какие-то медицинские, оперативные, химические вмешательства, я предлагаю тебе перепрожить эту жизнь, вот ты как входила в это воплощение, мы с тобой рассмотрели, ты входила вместе с братом, да, я предлагаю тебе перепрожить свое воплощение с того момента, на котором мы остановились, вплоть до момента здесь и сейчас, исправить все, что ты посчитаешь нужным, исправить, да, она сделает, да, сделала, рождение дочери, да, она сейчас перепроживает, вынашивает свою дочку, Кристину, и сразу же дает информацию в ядро сознания, и призывает ее к сотрудничеству, к сотворчеству и новосценария ее жизни, она, она по праву материи и расторгает те контракты, которые ей позволяют расторгнуть сама Кристина, да, она интерферентов убирает, да, вот по тому же алгоритму, по которому работали мы в этом сеансе, она, пока ребенок находится в ее энергосфере, производит очищение, ребенка и его жизненного пути от всего, что носовали интерференты, понятно, так, обратите внимание сейчас вот еще на работе на твоей с самого начала, покажи, пожалуйста, как бы ты прожила, оставалась бы ты, то есть пришла ты в это кафе, либо совсем не захотела бы в него идти, в этот ресторанчик, твое мнение как подсознание, нужно было идти сюда на работу, да, говорит, да, хорошо, она говорит, что все равно пришла бы на эту работу, она говорит, кто кроме меня покажет этим людям, что можно жить иначе, не воля твоя, что ты изменишь еще в сценарии этого воплощения, она говорит, что перепрожила его осознанно, перепрожила свою жизнь осознанно в каждой ситуации, сохраняя свою целостность и свое достоинство, вплоть до момента здесь и сейчас, говорит, это самое главное, да, она изменивает все негативные энергии, информационно она выправляет, выправляет ряд сценариев, выправляет свое отношение к ним, сканирует свои ментальные поля, приводит в соответствие с, да, и вплоть до физики приводит в соответствие с иначе прожитым сценарием жизни, хорошо, отменяюсь этой ситуации, прошу сейчас Ольгу показать мне свое родовое древо, недавно завершила эту работу, возвращаемся в поле сеанса, родовое древо, просто протранслируем и пойдем вместе, пойдем, говорит, хорошо, потому что можно показать в виде ДНК и образом, а можно пойти, давай пойдем, нет, негативных родовых программ нет, но она все равно как бы не знаю, со ствола как будто сметает, она говорит, как это, она говорит, тяжесть потерь, тяжесть потерь, как лепестки опавших цветов, не давших плода, память рода, она прикасается к памяти рода, да, вот, когда она своей любовью исцеляет эти ячейки памяти наполняет своей любовью древа рода и дает информацию в ядро, в корень, в корень дерева, информацию о освобождении своей души и о том, что каждая душа человеческая свободна, и никто не вправе доказывать обратное. Да, она передала весь пакет информации об освобождении души, в корень древа для всех, кто находится в воплощении, для тех, кто вышел из него либо готовится войти. Да, благодарю. хорошо отстраняемся от этой ситуации. У меня еще вот какой вопрос. Покажи-ка мне, пожалуйста, энергетику своей многомерности, основной энергетический столб. Кстати, восьмая чакра формируется уже даже. над коронной чакрой еще формируется восьмая чакра. Очень хорошее слышание своих высших проекций. И надо сказать, что очень такой устойчивый широкий канал. И поддержка Матушки Земли колоссальная, потому что корневая чакра тоже ну она как бы была загрязнена, замутнена, но сейчас после того, как очистила, да, синхронизируй всю себя по уровню частот и да, все свое многомерное присутствие. Синхронизация, гармонизация. хорошо. Давай еще вот на что обратим внимание. Все меридианы между тонкими телами прослойки, между чакрами мембраны, выстроить свою многомерность беспрепятственную мембраны. Хорошо. А теперь давай перейдем к физике. Еще раз давай посмотрим на твой опорно-двигательный аппарат, проведи необходимые реставрационные работы. Хорошо. Пускай будут реставрационные работы. реставрационные Да, она выравнивает сейчас свой позвоночник. Она выравнивает сейчас тазобедренные суставы. То есть тазовый пояс. Крестец ставит на место. Копчик восстанавливает крайне сакральный ритм движения ликвара. Так, что это? Да, она переходит к головному мозгу. Вот череп и внутри черепа. Да, оба полушария очищает от ненужного от ненужного. Все железы восстанавливает, она калибрует, буквально восстанавливает свое видение, свой третий глаз. Соответственно, поправляет органы видения, органы слуха, органы восприятия, тактильных ощущений, вкусовых ощущений и обоняния, всю лимбическую систему. пищеварительную Угу. Угу. Да, сделала. Сердечно-сосудистая система, само сердце и кровь. Да, лимфатическая система, органы выделения, почки, пищеварительная пищеварительная Да, она изымает негативные энергии. Давай, давай, стоп, кадр сделаем, просканирую, наличие паразитарного фона, паразитарного присутствия микроорганизмов, бактерии, гельминты, грибки, вирусы. Как интересно, сказала слово вирусы, сразу такие два глаза, как будто смотрят микроскоп. Вот два глаза микроскоп. Интересно, что это, зачем такая визуализация? А, это она. Она создает программу для того, чтобы изъять их энергии из своей энергосферы, обесточить их, выключить, показывать не как в электрической сети плюс-минус, да, и вот эти движения, потока жизни. Она как будто рубильник так дернула, все выключательно нажала и забирает все эти негативные потенциалы их жизнедеятельности, точнее, тут даже не потенциалы, а как будто они наставили, не знаю, наставили розеток, к которым подключаются сущности. На самом деле этих много. Хорошо. Да, она все это убирает. Очищает свою энергосферу, от энергии паразитов. Да, может, сразу в нижний портал. Закрыла портал. Хорошо сделала. Так, органы дыхания, нервная система, связки с гормональной системой, с эндокринной системой. Угу. Да. Так, давай еще посмотрим, вот на что кожа твоя, соответственно, волосы, ногти. Да, сделала, вычистила. хорошо. Что мы еще забыли? Гипродуктивную систему, давай. Вот, она буквально вдыхает свет в свои женские органы и в частности в яичнике. Восстанавливает функцию выработки гормонов, балансирует во всем организме все процессы. наполняет весь свой аватар истинной, чистой, безусловной любовью, светом истинной любви к самой себе. Да, закончила. Я сейчас просканирую, все ли сделала. Да. Да. Все сделала. Хорошо. Я сейчас хочу задать вопрос. В настоящее время нужно ли тебе примириться со своим подсознанием, да или нет? Да. я предлагаю тебе, Ольга, искренне и от всего сердца попросить у себя прощения. А также искренне от всего сердца простить себя. Скажи себе, что ты себя очень и очень любишь. Позволяешь себе быть неидеальной. Ты принимаешь себя целиком и полностью такой, какая ты есть. примирение состоялось. это вижу. Хорошо. Так, давай еще вот, что мы с тобой сделаем в ходе сеанса. Проверь, пожалуйста, пространство твоего пребывания, все, чего касается твой взор, все, чего касается твоя мысль, чего касается твоя рука. Где бы это ни было географически, если земля твой дом, то ты вправе навести порядок во всем доме. Но, наверное, есть какие-то особенные места, которые тебе хотелось бы. Она говорит, напоить энергией моей любви, напитать. Делай. да, она как будто ссором метает, энергетической ладошкой, как будто ссор собирает, как со стола вот так ладошку собирается. Сейчас она такое пламя, вот такой прям волну огня такую пускает, на аннигиляцию, пламя такое сжигающее, светом таким. И все, что сожжено, собирает и в аннигилятор закрывает портал. Прекрасно. Да, она посылает свою любовь и гармонизирует пространство пребывания свое из своих детей. Я говорю детей, несмотря на то, что одна дочка, потому что я думаю, что и к зятью отношения, вот, оно просто прозвучало детей, я объясняю, как я разумею это понимание, а они говорят, это как я разумею, потому что и зять, и ребенок, и внук тоже. Хорошо. Это чудесно. Хорошо. А посмотри пространство своей реализации, напитая энергией своей любви этот аспект своей жизни и также финансовая сфера, то есть сфера благополучия, материального благополучия, сфера достатка, материального достатка, изобилия, энергия вселенского изобилия, которая проявляется через тебя же в этой мерности. И поскольку нет уже привязок, по которым утекала вся эта энергия, ты можешь запросить ее, затребовать, затребовать свое, где бы оно ни находилось, кто бы этим не распоряжался. Взять себе свое. Да, все. Хорошо. Давай еще вот ответ мне на вопрос. Есть ли клоны, существуют ли клоны, созданные на базе твоего эфирного ДНК? Да или нет? Нет. А фантомные проекции, исторические персонажи, какие-нибудь фантастические персонажи, эпос, литература, есть ли подключика твоя к чему бы то ни было, к кому бы то ни было, к какой-то фантомной проекции, которую ты питаешь своей энергией? Есть или нет? Нет. Так, Дубликат. Дубликаты. Этого нет. Понятно. Тем не менее, я просто еще перепроверяю, какие моменты мы могли упустить. Еще не все. Я вижу, что еще не все. вот еще. Она призывает поле сеанса всех, кого любит, всех, кого знает, всех, с кем когда бы то ни было, сталкивалась в любом из воплощений, отцепляет свою привязку к ним, дает всем информацию в ядро сознания об освобождении своей души, отцепляет эти привязки, предлагает полный энергообмен, забирает весь свой свет, и отдает этим людям, существам, вообще всем, кто пришел, отдает их воздействие и последствия их воздействий, то есть полный энергообмен производит, через фильтр свою энергию встраивает. Да, отсекает все эти привязки, благодарит за взаимодействие, направляет им свою безусловную любовь и и провожает их через средний портал. Я хочу посмотреть члены семьи, прокрути меня, пожалуйста, в повторе. Все взяли информацию? Да, все. Да, действительно, все завершила. Поблагодарила всех, кто подошел, я также поблагодарила. Она провожает средний портал и закрывает портал. Сделала. Хорошо, я спрашиваю сейчас у Ольги, хочет ли она что-либо сказать своей рациональной части. Да или нет? Она говорит, что сейчас она способна меня слышать. Она говорит, что нет нужды в посредниках. Она говорит, что ждет рациональную часть для дальнейших совместных шагов в этой и многих других реальностях. Да? Благодарю. Я спрашиваю сейчас у Ольги, все ли мы сделали для тебя, все ли мы сделали с тобой в ходе этого сегодняшнего сеанса? Да, говорит. Да, подтверждает, да. Хорошо. Я благодарю тебя за массу интересной и полезной информации. Она также благодарит меня. Обнимаемся. Да, она покидает поле сеанса. Свободная крылатая богиня. Огромная. Правда, огромная. Да, я закрываю все порталы, проверяю ее рабочее пространство. так, проверяю мою эргосферу, отстраняюсь от всех от силы, покидаю рабочее пространство и выхожу в мое физическое тело всем своим сознанием на один, два, три. Усталость давала себя знать, я раза три уже так терялась, возвращалась. Я слишком глубоко улетаю просто, когда усталость. Вы мне столько внимания уделили, столько времени, это удивительно вообще. Мы с вами болтали, приятная беседа, это тоже хорошо. Это вообще, это настолько интересно, это действительно интересней сказок, интересней фильмов. Реально всегда намного богаче. Да, да, вот, и вообще приятно, очень приятно. Чувствование, как вы, как телом ощущали? Тело, это наш основной детектор, оно умеет говорить с нами через эти ощущения, как вам тело подсказывало? У меня жар был, жар, вот она, допустим, по позвоночнику, я чувствую позвоночник, она, я знаю, что в голову, вы говорите, в голову, это вот я ощущаю, вот, ну, и жар такой, вот жар, и я, энергия, вот вокруг меня, я чувствую энергию, да, раньше я не чувствовала вообще ничего, а сейчас вот прямо вот они как бы бродят, как вот это шампанское, вот, понятно, это все успокоится, но сейчас сейчас на энергетическом плане, представляете, да вы целую операцию провели, вы из себя сколько всего подоставали, а вот та проекция магическая, которую создавали в виде сыра, она просто реально сыр, аж крошится, и вот это, и все туда, и все поедают, а вы же питали ее своей энергией, вот эту проекцию лунную, вот поэтому со мной все и бегают, стоит мне появиться, все внимание на меня, я же чувствую это, и я не люблю никуда ходить, и всем хочется откусить от этого кусочек, понимаете, они вот пробегают меня, чтобы показать, как я бегала за вами трое суток, чтобы показать, как я вас презираю, как вы мне презираете, совершенно верно, да, 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 так что так, ну опыт это самое ценное во вселенной, раз мы, да, раз мы такие простофили были, что нас, любая сущность могла просто вот так вот, на раз, мы были достаточно мудрые, чтобы позволить себе забыться длинным литургическим сном, мы знали, что проснемся, нам ничего бояться, ну да, 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 в общем-то, конечно, не просто так все это было, это было ради дела, какая сущность может попереть против Бога, никакая, до тех пор, пока Бог не захочет уподобиться ей, заблокировать себя, в ряду ее состояния, чтобы с ней взаимодействовать на равных, либо даже в подчиненное положение, пойти, как говорится, бей меня по голове, пока я не проснусь. да, да, это игра, конечно, игра жестокая, но нужная. Какую сочинили для опыта, понимаете, это же все в назидании, это же все опыт вселенной, для того, чтобы мы могли различать, чтобы мы, создавая свои миры, могли предусматривать возможность подобной цифровой, либо вирусной ошибки. мысль, мысль, это информация, мысль рождает информацию, если есть информация, понимаете, мысль, опять же, это программирование в некоторой степени, а программные ошибки-то не исключены, мы обучаемся здесь, на собственной энергосфере, на собственной шкуре, обучаемся здесь тому, как избежать, в следующий раз избежать возникновения подобного перекоса. Ну да. А еще же она говорила, что светосознания со временем не будут в третьей мерности, это вот предыдущая Елена говорила, вот, со временем в третьей мерности будут только творения жить, светосознания. Так оно было раньше, и так будет впредь. Это был кратковременный эпизод. По меркам Вселенной это кратковременный эпизод. Короче, мы сами сюда пришли, чтобы словить всех этих вот темненьких и поставить их на место, я так поняла. Конечно. Те, кто вышел из подчинения, понимаете, творение восстало против своего Творца. Вот куда это годится. Да, вот именно, да. Что это годится. А знаю свое место, да. Ну да, попытались, попытались управлять. Сейчас. У вас-то характер проявился вот в том воплощении. Несгибаемая женщина. Это удивительно. Ну, мне мамка говорила, что это за ребенок. Она, допустим, хотела что-то меня побить или что-то, а я вот так вот села, сжалась и ничего. Она говорит, что это за ребенок. Она испугалась. Вот. А это отголоски, видимо. Ну да, у меня есть какое-то упрямство. Есть оно во мне. Если бы тогда сказали, что о, да, украла, о, простите, о, простите. Хотели услышать это, чтобы вы признали свою вину, а вы не признали свою вину. Позволили себя убить, представьте себе, но не признали свою вину. Да. Вот это воля. Ну, вот видите, Оля... Вот это следование правде, понимаете? Да. Вот это истина. Я себя оболгать не хочу. Я не буду даже под угрозой страшной вот этой пытки, вот этой смерти. Даже под такой угрозой я не стану наговаривать на себя, я не стану лгать о себе. Вот характер. Мощный. Хочу пожать вам руку. Спасибо. А мне приятно, что мы с Виктором уже второй раз это самое встречаемся. Мне это очень волновало. Точно. Сейчас опять же кармический узел развязан. Может быть, даже он и профессию себе выбирал, шел в воплощение, выбирал такую профессию, чтобы действительно предотвращать кражи, расследовать кражи, не допускать. У него же профессия, смотрите, какая. Видать, гибель той девушки очень большую рану нанесла в его сердце. Вот. И хорошо, когда ты действительно узнаешь о себе. Вот. Ну, конечно, развиваться очень хочется. Потому что... Ну, развивайтесь, задавайте вопросы, позволяйте себе видеть другие свои воплощения. И даже если покажется, что это чушь, фантазия и сказка, всегда можно пойти и перепроверить. Всегда, поверьте мне. Увидите какой-то фрагмент, во сне увидите, утром пробуждаетесь, прежде чем открыть глазки, спрашиваете себя. я видела истинную картину. Это одно из моих воплощений, да или нет. Либо это со мной говорит мое подсознание, я должна на что-то обратить внимание в этой жизни, в сегодняшнем. Для чего это мне было показано? Какова причина того, что я это увидела? Со мной говорит мое подсознание, что оно мне хочет сказать? Я правильно это понимаю? Понимаете, вот задавайте вопросы со всех сторон, чтобы услышать, да или нет. Мне вот это развивать, потому что я была очень забита, у меня приходили ответы, но как туманно, не было такой ясности, надо развивать. Если у вас были программы интерференты, ну какая ясность? Они же там вам туману напускали, еще как. Сейчас вы все это расторгли, их убрали, и я вас поздравляю. Ой, спасибо. Я сама прям, хоть праздник прям устраивай. Это главный день не только этой жизни, а вообще нескольких воплощений. Мы к этому шли, может, тысячи лет. Мы к этому шли, да. Великая благодарность. Прямо успех. Я тоже благодарю. Я сегодня просто, ваше подсознание очень хорошо мне все показывает. Очень хорошо. Настолько, что я вот, я четко вижу картины, я четко проживаю, я проживаю вместе с вами. Боль, страх, мысль, то есть вот на всех уровнях она транслировала мне просто очень хорошо. Я люблю картины. Потому что не просто картинка, а я внутри, и я все это ощущаю. Это очень мощно. И даже вот это вот лукавство, и даже вот девчонка играет, как она с зайчиком, вот так слева направо, а он из конюшни выводит лошадь, подустила так, выводит лошадь, она ему старается попасть, чтобы в глаза, чтобы солнышко, и это же какое-то определенное время, суток, это, ой, ну это такое было вот увлечение, так трепетно это все. И вот такой результат. Но вокруг люди разные, да. Решили, понимаете, тут опять же подозрения других людей, их мнение формируется, исходя из тех программ, которые у них внутри. Да, да. Вас-то обвинили в краже, потому что сами способны были на кражу. Человеки способны, на это ему и в голову не придет. Да. Зеркало, зеркалят, зеркалят, я теперь это понимаю, как с этим работать. Что если что-то зеркалят, то находи в себе и ликвидируй. Да, да. А других воспитывают, ну что их воспитывать? Они-то у себя есть, пусть сами себя и воспитывают. Ваша задача вычистить свою сферу реальности. А это делается только через свое сознание, через восприятие этой реальности. Подправляете просто, знаете, как корректируете свое восприятие, настраиваете шкалу восприятия. Слишком много эмоций? Не надо. А вот понимание вдумчивости и чувствования момента, вот здесь и сейчас, вот это на пользу. Не в прошлом, не в будущем, а вот здесь и сейчас. Вот я сижу, я ощущаю, я вдыхаю, я чувствую, я слышу. Знаете, вот она моя мысль. Моя ли это мысль? Для чего мне эта мысль? Куда ведет меня эта мысль? То есть я наедине с собою веду монолог, это не диалог, это монолог с самим собой. Но с разных точек зрения. Это здорово. Понятно. Понятно. Вообще великая благодарность. Прямо говорится, посылаю вам любовь. И я вам тоже посылаю любовь, обнимаю крылышко. Вот трудно с вами не иметь привязки. Хочется с вами привязку, честное слово. А зачем она вам нужна? Вы сама у себя целостная уже. Вы думаете, вы для себя будете худшим собеседником? Ничего подобного. Привязки никакие, конечно же, не нужны, потому что привязка – это астральный план. Ясно. А вот любовь, высокочастотная энергия, чувство любви к человеку безусловной, оно привязку не создает. Это всего лишь импульс. Он идет, знаете как, как вот капельку падает на поверхность воды и пошло кругами. Любовь – это вот один импульс, идет вектором таким, достигает и идет вот так сферически по всему пространству. Не на поверхности кругами, а так по всей сфере мироздания идет. Это настолько высокочастотная энергия, любовь, творчество, жизнь. Это все вот высочайшие вибрации. Понятно. Поэтому там привязки-то не нужны. А еще имейте в виду, вот допустим, вы в погружении, попробуйте сновидения. Вы же можете перед сном, если у вас сновидения, переводите их в разряд осознанных. Заказывайте себе сон. Я хочу увидеть то-то, то-то. И если вам хочется пообщаться на тонком плане, да делайте это. Проекции высшие, они не спят, не едят, им не нужна крыша. Поэтому смотрите-ка, вы можете всегда на тонком плане, но обязательно спрашивайте разрешение, как я сегодня. Прозволишь считать твое эфирное ДНК, проверить на истинность, кто пришел. А то вы призовете, а придет какой-нибудь, какая-нибудь бабка-ежка. Я пока что буду только с собой, только буду призывать. Поэтому вы призываете свою высшую проекцию, вы можете называть ее просто по имени Оля. Вы можете обращаться просто к себе. Оля, я чего знаю про меня? И это вопрос уже не куда-то, это вопрос внутренний. Но отвечать будет ваша же высшая проекция. Потом, потом со временем, попробуйте, научитесь на да, нет, слышать, перепроверять. Призовете высшую духовную проекцию. Может быть, даже с первого раза не получится. Она настолько высокочастотная, что может не получиться и с десятого раза. Но вы пытаетесь. Понятно. Вы знаете, почему может не получиться? Потому что вам сложно будет из-за разницы вибраций. Вы сейчас на ментальных уровнях пробуете адаптироваться. А у нее высшие духовные уровни, она первотворец. Вам просто не доключаться друг к другу. Это через сколько пространств трансформация должна пройти сигнала для того, чтобы вы услышали друг друга. Она-то вас слышит всегда. Вы ее позовете, она придет. Только вы ее пощупать, ощутить не сможете пока. В лучшем случае вы увидите ее как свет, как присутствие, но вы не сможете сформировать образ и услышать от нее и телепатический прием осуществить. Для этого нужно очищать сферу своего сознания. Работа над собой, повышение собственных вибраций. И все, и практика, практика, практика. Вы станете слышать свои проекции все выше, 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 выше. Ваше сущностное я, какие-то из воплощений ваши самые ресурсные наработки. То есть вы станете воспринимать себя во все более и более тонких проекциях. В конечном итоге сможете и ее, и увидеть, и услышать. Их увидеть очень сложно, скажу я вам. Они настолько громадны, что иногда радость бывает увидеть движение руки и рукав. Вот так вот движение. И вот это одно движение руки и рукав, это сразу множество галактик. Вот настолько, Аня. Можно увидеть и целые проекции. Но еще раз говорю, к этому стремиться нужно и работать над собой. Я поняла, да. Учиться, учиться и учиться. Правильно. Наконец-то обратить внимание на самих себя. Да. А то мы познаем все, все, что угодно, кроме самих себя. А самих себя при этом недолюбливаем, не любим, ругаем. И вообще небрежно относимся даже к своему аватару. А у нас другой запасной кареты нету. Вот она одна. А духотворенная нашим же духом, по нашему же велению.